и так ну что ж ария рума и маленькие любители покушать и отвели клетная игра выжить за 60 секунд мы с вами начинаю новую игру в режиме апокалипсис режим царь бомба это наше будет первое прохождение если у вас есть свои видения моих дальнейших прохождений или как мне лучше сыграть то пожалуйста пишите об этом комментарии и возможно следующий ролик уже не за горами сразу бежим и хватаем все что можно на последней секунде день 1 у нас получилось собрать всю семью у нас есть всего лишь топор dolores главное замок сожалению аптечку я не нашел нас три бутылки четыре консервов что очень мало и никому запасы раздавать пока что не будем и так проходит наш первый день в одиночестве и в ничего не делание сожалению наш запас ресурсов очень сильно ограничен нас практически ничего нет и не знаю как будем с этим выживать на второй день пока что никого не копим просит на вылазку но второй день слишком рано на хотя бы надо на пятый день пойти а то кто-то умрет точно группа в белых халатах и просит лекарства они представляются докторами есть шанс что они нам дадут аптечку и мы просто очень сильно на этом надеемся не нам даже ничего не дали помимо всех у нас остается всего одна бутылка воды и ничего не остается кроме как отправлять стиме наверное на вылазку на четвертый день никого не кормим отправляем тиме даем ему шашки день 5 нас мучает бессонница надеемся что без аптечки ничего серьезного не случится мэри джейн устала ну ладно это не самое страшное что могло произойти на что денег всех кормим поем остается вообще нет воды те надежды на тиме пенсии к нам приходят тараканы у нас нет ни книжки ничего но есть небольшой шанс что все-таки может все обойтись хорошо радиоактивные тараканы и мэри джейн это очень хорошее сочетание пить есть никто не хочет и от тараканов избавиться мы тоже не можем я не верю в это мэри джейн мутировала это первое мое прохождение серьезно и она мутировала она не хочет ни есть ни пить кто выйдет наружу ну конечно же мэри джейн и война вот теперь вообще не страшно это просто имба имбовичная у нас удалось обезвоживание до сих пор мы ничего к сожалению с этим сделать не можем можем максимум ее покормить супом но вряд ли это поможет обезвоживанию нас вода совершенно закончилась и отправить никому сигнал мы не можем то что у нас опять-таки нет радио это с тобой все нормально тает мэри джейн голодает вот это сумасшествие долора с обезвоживания класс нам пришли старухи а когда мы открыли дверь они набросились на нас с проклятиями надеемся то что мэри джейн способна защитить нас от старух и ничего такого не произойдет тимми вернулся тимми ты вернулся бы на день пораньше вот на денечек тогда бы мы спасли маму но нет еще и заболел ну ты так поем тебя поем и кормим ты нам принес карты две бутылки воды один суп патроны по потерял при этом шашки ничего страшного я думаю ты очень большой умница отправляем конечно же вылазку у нас оказывается есть среди нас предатели и это якобы тимми который только что пришел и мне кажется его обвиняет вообще не заслуженно мы ржейн отправляем на вылазку день 14 так а тут растут какие-то очень странные грибы дело серьезное но экономить мы не будем у нас нету слишком ничего чем могли бы вылечиться нас и так есть один мутант среди нас им 15 мы поим т.д. тимми вылечить не можем группа выживших просит на нас припасы даем им еду у нас ее больше как ни странно ими я слышу то что вообще очень нехорошо становится усталость болеет и голод папу кормим и ни с кем связаться не можем день 17 ими поем и было бы неплохо поговорить с ним ну в принципе да давайте поговорим что у тимми на душе моему сынок тебе очень нехорошо даже несколько хороших слов достаточно чтобы тимми стал чувствовать себя намного лучше я рад тимми я очень за тебя рад ни с кем опять связаться и из-за отсутствия радио мы не можем этот голоден к нам приходит близнецы тимми мне кажется выглядит наиболее лучшим образом я думаю он справится с возложены на нее задачи какой бы там ни было и он помог близнецу найти его сестру и все у них хорошо получилось так мы выходим постепенно на концовку с близнецами но у нас нету вообще ничего чтобы как бы мы смогли выжить так что будем стараться надеяться на рандом ну да в принципе неподалеку есть прудик где можно покупаться вместе с чемоданом да это мне кажется отличный план в апокалипсисе самое то мэри джейн пришла 21 день ура мы нашли здесь аптечку взамен чемодана это очень хорошо мы режим нашла противогаз принесла воду какая же ты умничка мэри джейн болеет голодает голодает жажда истощения так мы режима кормить не будем у нас отправляется на вылазку она заболеть все равно тему ли не может в этот день странно но мы решаем кого-то изгнать но нет никого вы искать не будем зачем плохо лишь то что у нас очень сильно и резко заканчивается провизия у нас ее прочее не остается вся надежда на мэри джейн который отправляется на вылазку день 23 ну да как я говорю вот это просто истощение он ничего не может с этим сделать наша семья решает обокрасть соседа я думаю ты прекрасно этим справиться у него ли всего лишь истощение надеемся он сможет вернуться на конечно он заболевает при этом какой же ты зато мы нашли жажки жажда истощение еще и болеешь класс радио у нас нет а я же говорю у нас нету радио зачем постоянно с этим квестом аптечку я пока не буду тратить нам приходит кого-то вот кот очень сильно нужен тэду но у нас нет еды банально нет еды без мэри джейн я не знаю что мы делали бы и что в данной ситуации вообще делать непонятно 26 день кормим по им тиме наша семья решает у детей забрать запасы которые мы же им и отдавали когда-то очень хороший план но я не настолько еще отчаялся и у детей забирать запасы как-то неправильно все-таки нам бы не помешали дополнительные запасы этот квест 50 на 50 и шанс то что мы его за получим очень маленький и надеемся то что тиме выживет тиме нашел радио офигеть спасибо тиме лучше ты еду нашел болеет истощение болеет истощение голос не давно заканчивается прям совсем на тэдди и нам приходит продавец он нам продает воду за шашки я не соглашусь но лучше я дам тебе противогаза две банки супа это намного выгоднее мэри джейн вернулась перенесла еще банку супа и две бутылки воды снова отправляем ее на вылазку она уже снова готова покормить ее бы немножко но зачем если она на следующий раз все равно на вылазку идет зато мы можем тиме накормить и напоить на будущее на этот раз близнецам нужны медикаменты так они и нам очень нужны если мы хотим как-то выжить то приходится им отдать аптечку мэри джейн на вылазку 30 день у стены отвалился кирпич через образовавшуюся дырку к нам немедленно ворвался ужасный смрад конечно нужно проверить что там происходит все живы вроде ахо нет нет сломалось радио обожаю рандом тиме поем ты да кормим в убежище становится все труднее дышать у нас нет ничего чтобы могло прочистить вентиляцию надеюсь ничего плохого не произойдет и как и следовало ожидать ничего такого карминального не произошло и все прошло само собой ты да поим тиме ничего нам приходит торговцы для обмена но нас нет что мы можем менять и вот у нас нет к сожалению книги которую я с удовольствием поменял бы на птичку день 34 тиме кормим 35 день тиме поем и снова торговец бутылку воды за карту ну давай 36 день это кормим поем и к нам приходит пауки спасибо нет ничего чтобы могло бы их отогнать еще один торговец приходит он предлагает воду за шашки что бесполезно для нас у нас воды и так много и за патроны предлагает воду спасибо не надо нас воды и так много а эти предметы еще понадобятся 38 день привет как же есть я постоянно ору приносишь нам еду и воду все к сожалению да тиме болеет истощение у нее жажда и голод тебя покормим по поям я решаю что у нас наверное слишком много ртов голодных помещений и вряд ли мэри джейна способна принести что-то кроме еды и воды так что пускай у нас вылазку сейчас идет тиме а мэри джей мы в таком случае просто покормим 40 день т.д. поем и отказываемся сыграть с торговцем в карты потому что у нас нет карт мы их обменяли на воду и сорок первый кормим т.д. кормим мэри джейн компания близнецов сообщает то что они почти закончили лагерь и для обустройства им еще нужна пара вещей хорошо что у нас есть губная гармошка они просят также еще и шашки которые мы только что отдали тиме вот засранится всю на мою игру портит нам очень повезло просто то что у нас есть губная гармошку который по моему мэри джейнам и принесла отдаем гармошку близнецам и у них почти должен быть лагерь достроен ты от выздоровел да ладно может выздороветь у него просто сейчас истощение какой же кайф а он выздоровел благодаря тому что к нам пришли те самые врачи которые просили у нас перекись и они вылечили всех если бы тиме был здесь его бы тоже вылечили обидно немножечко ну да ладно главное что то это у нас сейчас живой здоровый деду пить на режим пока ничего и нас просят открыть во имя свободы якобы вооруженные люди там стоят ну попробуем будем надеяться на лучшее день 44 ничего такого криминального не произошло и дали нам две бутылки воды спасибо свобода меня очень сильно радует тиме вернулся что я думал ты умрешь ладно сколько ты принес ты принес шашки вернул две бутылки супа принес карту две бутылки воды три супа жесть тиме ты герой тебя накромим по поем ты вряд ли пойдешь скоро на вылазку от тем временем испытывает лишь гол поэтому просто кормим но в таком случае на вылазку наверное у нас пойдет только мэри джейн там на огонь заглянул неряшливый торговец сумкой на плече это скорее всего кот у нас еды благодаря тиме просто невероятно большое количество так что в этом нет никакой трудности еда привет котейка 46 день тэда поем тиме кормим а режим направляем на вылазку 47 день ничего интересного не происходит день 48 на улице вооруженная женщина которая охотится за рад пауками просит нас патроны в принципе у нас ружья нет зачем нам тогда патроны и просто доме патроны за это день 49 мы теряем патроны и она мне говорит что собирается делать с пауком поем тэда кормим тимми тимми ничего не сказал но на поверхности последний раз он поцарапал руку топор я тратить не хочу его с большой вероятностью здесь я потеряю так что пущай он еще больше заболевает ничего страшного в этом не произойдет 50 день кормим тэда и хотим отписи шарикова то есть кота по адресу почему бы нет возможно концовка через шарикова у нас тоже будет день 51 вернул смотри джейн принесла нам воду и все кроме воды ничего маловато как-то я надеялся на больше на самом деле не заслужил это покушать так что иди на вылазку сразу же боем тимми сначала мы подумали что это гроза и кто-то дорабанит дверь ну давайте откроем у нас еще здесь мэри джейн конец а о 50 с лишним дней нам потребовалось чтобы выйти на концовку с близнецами сразу же первое прохождение и она счастлива это первое прохождение вообще которому я получилось нормально сделать получается мэри джейн мутировала и без ее мутация наверное вряд ли бы у нас получилось что-то хорошее так мы 52 дня выживали выпили 9 бутылок воды практически сели почти 8 бутылок супа я сделал три плохих решения каким-то образом и 5 хороших почти 50 и 50 вы просто некоторые хорошее решение невозможно было выполнить из-за нехватки предметов в целом я считаю то что прохождение получилось более чем успешным если вы хотите продолжение цикла выживания чтобы я бы проходил на другие концовки и на более увлекательной ситуации то пожалуйста пишите об этом комментарии ну а пока что на это все всем спасибо что смотрели у микрофона блока всегда ваш покор слуга мамору еще услышимся